В Керченском проливе в результате удара украинского дрона поврежден коммерческий танкер под флагом РФ. Эковаз разработал план возможного военного вмешательства в Нигере. По данным Медфранции, условия содержания президента под стражей ухудшаются. В Словении за сутки выпала месячная норма осадков. Погибли люди. В Австрии также повышен уровень погодной опасности. Источники в СБУ подтвердили информагентством и украинским СМИ факт проведения очередной операции в Керченском проливе. В соцсетях появилось видео ночной атаки морского дрона, повредившего российский коммерческий танкер СИГ. Власти РФ официально сообщили, что судно получило пробоину. Никто не пострадал. Разлива топлива не было. Атака произошла на следующий день после аналогичного удара по военному кораблю в порту Новороссийска. В субботу утром губернатор Севастополя сообщил, что в Севастопольской морской зоне в открытом море флот обнаружил еще один морской беспилотник. Тем временем Минобороны РФ распространило видео, согласно которому глава ведомства Сергей Шойгу вручил государственные награды военнослужащим группировки войск Центр на линии фронта вблизи Лимана. Накануне Украина объявила акватория черноморских портов РФ зоной военной угрозы. Председатель СБУ Василий Малюк заявил, что так называемые хлопки прекратятся, когда силы РФ покинут территорию Украины. Министры обороны стран сообщества ЭКОВАС разработали план возможного военного вмешательства в Нигере, если захватившая власть хунта не вернет полномочия свергнутому президенту Мохаммеду Базуму. ЭКОВАС требует освободить президента до воскресения. В пятницу вечером госсекретарь США Энтони Блинкин сообщил, что Вашингтон временно приостанавливает часть программ помощи Нигеру. В МИД Франции заявили, что условия содержания президента Базума ухудшаются. По информации ведомства его держат в заложниках. У него больше нет доступа к электричеству и своим телефонам. Дипломатические усилия по освобождению Базума не увенчались успехом. Делегация ЭКОВАС покинула Ниамей после того, как провалились попытки организовать встречу с лидерами хунты. ЭКОВАС В Словении провели к наводнениям, в результате чего погибли не менее трех человек. Премьер-министр Словении Роберт Голуб назвал разрушения катастрофическими. Уровень предупреждения о погоде повышен до самого высокого, так как за минувшие сутки в стране выпала месячная норма осадков. Метеорологи предупреждают о риске новых наводнений, так как дожди пока не прекращаются. Спасатели пытаются помочь людям в пострадавших районах. Другая приоритета – это поставить прометницей сайтов, чтобы приемли до доложенных объектов. Еврокомиссар по вопросам кризисного урегулирования Янас Ленарчич объявил погодное предупреждение для ряда европейских стран. Прогнозируются сильные дожди на большей части центральной Южной Австрии. Сообщается о наводнениях и оползнях. В затронутых стихии районах заблокированы дороги. Из-за селевых потоков закрыты многие пограничные переходы между Австрией и Словенией. Жители Австрии просят по возможности оставаться дома. Каталонские и французские пожарные пытаются взять под контроль пожар на испанском побережье Средиземного моря у границы с Францией. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется и к утру субботы охватил площадь более 400 гектаров. Ночью более 130 человек были эвакуированы. Пожар вспыхнул поздно вечером в пятницу к югу от пограничного города Портбу, популярного туристического района, где находится железнодорожная станция, обеспечивающая сообщения между двумя странами. А также блокировал несколько деревень в этой зоне. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...